Смех, музыка и чистейшая остроумие. Рижский музыкальный спектакль ждали Воденцова с большим нетерпением. Мультфильм «Ежик в тумане» 1975 года знаком всем, кто родился в Советском Союзе. В 2003 году мультипликаторы разных стран признали его лучшим мультфильмом всех времен. Сюжет – адаптация сказки Сергея Козлова о «Ежике и медвежонке». Казалось бы, все знакомо, но нет. Каждый находил в спектакле что-то особенное, что-то свое. Мы же все разные. У каждого есть свое мнение. Каждый по-своему видит. Я вижу вас так, как никто другой никогда не увидит. Так и наш спектакль. Смотрит каждый по-разному. Мне кажется, что те, которые смотрели наш спектакль, каждый для себя что-то находит. Ну, если он вообще понимает, о чем говорить. Одинцовский район уже в третий раз становится площадкой для культурных событий губернаторской программы. Ранее к нам уже приезжали Никита Михалков с оркестром кинематографии, а Игорь Бутман и Ильза Лиепа презентовали совместный творческий проект. В разных точках в Москве были разные форматы. В основном это связано, конечно, с концертами, с большими оркестрами. Но я думаю, что мы будем придумывать с каждым разом, каждый месяц самое интересное и самое лучшее. Звезды отечественного кинематографа Ивер Калменш, Арнис Лицитес и Мартин Швилсонс показали собственное видение сказки Козлова. Проникновенные монологи перетекали в музыкальные паузы. Жили-вели в лесу, ежик с мебелью в руках, еще немного, совсем немного, и загорятся звезды, и заливает месяц землю холодным, дозвым светом. Ребята, это же здорово, что мы друг у друга есть. Актеры признаются, на самом деле этот спектакль для взрослых. Он о дружбе, любви, верности в том их понимании, которое появляется лишь с годами. Но присутствовавшие в зале дети внимали происходящему с огромным интересом. Творимая на сцене магия театра объединила все поколения.